Друзья, доброе утро! Начинаю новый влог бытовой, как вы любите, сегодня понемножку. Сегодня у нас 6 января, поэтому поздравляю всех с наступающим православным Рождеством. Желаю вам самое главное здоровья, гармонии и чтобы все у вас было хорошо. Оставайтесь со мной, спасибо за вашу поддержку. Всем новеньким большой привет и приятного аппетита! У меня сегодня на завтрак вот такие тосты, сыр с маслом. Это сыр без лактозы и масло без лактозы. Немножко паприки и здесь форель. Спасибо огромное всем, кто написал, что форель. Немножко с руколой. Вот, я обожаю на утро бутерброды. Знаю, что не совсем, возможно, полезно, но очень-очень люблю этот мой самый любимый завтрак. Саша с папой еще в постели, потому что, потому что расскажу вам, что у нас происходит позже. У Саши сегодня среда, ну, а у мужа у меня, ну, расскажу потом. Да, сейчас обязательно кто-нибудь подумает, как так, она не завтракает с мужем и с ребенком. Я вам уже не раз говорила, что я встаю намного-намного раньше. Саша в среду не учится, у него нет школы для дополнительных занятий, поэтому я разрешаю ему поспать. И вообще, я считаю, что завтракать нужно по интуиции, тогда, когда вы захотите. Иногда я завтракаю утром, иногда я отвожу Сашу в школу и только потом завтракаю. В общем, тогда, когда вам захочется. А вот в обед очень часто, если муж работает дома, то мы обедаем все вместе, когда Саша приходит из школы. А вообще, интуитивное питание – это очень замечательная, отличная вещь слушать свой организм. А муж у меня настоящий француз, поэтому кофе и круассан – это для него самый лучший завтрак, хотя я с этим борюсь потихоньку. А надо ли? Я готовлю завтрак моему принцу. Он проснулся и приучаю детей… Ну, как приучаю? Мы приучаем детей, нашего ребенка, красивой посуде с самого детства. Я считаю, что это очень важно. И что у него на завтрак? Свежевыжатый сок, бананы. Это такое пирожное я вам показывала в закупке. Мадлен из миндального теста, оно без глютена, хлеб без глютена. И нарезка. Нарезка с руколой. Нарезка, многие говорят, пластик и так далее. Нарезка очень хорошего качества, дорогая. Иногда мы покупаем, конечно же, на отрез у нашего мясника. Но, как я вам уже объяснила, мясник сейчас у нас уехал на каникулу. Поэтому вот такая нарезка, самое высокое качество, без всяких ненужных ингредиентов. Иногда возможно купить такое, ничего страшного. Поэтому такое плато для моего любимого принца. Вот такая у нас кровать новая. И у Саши новый друг. Посмотрите. Как его зовут? Макс, по-моему, Макс. Макс? Пинко Полина и Макс. Приятного аппетита. Завтрак в постель. Вы такое видели в постели. Рождество, праздник, нужно доставлять удовольствие. Девочки, вы часто спрашиваете меня, какой плойкой я делаю. Кудричем. Вот такая простая, самая дешевая плойка от Калер. Да, вот так называется марка. Я вам уже ее показывала. Вот такая сосулька. Ее можно найти, не знаю, сейчас можно найти, вообще она стоила просто копейки. Эта плойка, она очень хорошо нагревается и делает такие вот крупные локоны. Так что, вот ей я и работаю. Самое главное быть очень-очень осторожной. Она сильно нагревается, чтобы не обжечь пальцы. У нас каждую среду, как это называется, воздушная тревога. Профилактика. Слышите? Вот такие небрежные локоны получаются. Вы часто спрашиваете меня, наношу ли я макияж в течение недели, выходных. Я себе делаю такие разгрузочные дни. Когда-то у одной француженки прочитала, что нужно, нет, даже она не француженка, по-моему, японка, что нужно делать вот такие разгрузочные дни. Это очень хорошо для кожи. Девочки, недавно мы с вами обсуждали ремонт обуви. И да, повторяю еще раз, во Франции ремонт обуви очень дорогой. Но когда мы покупаем обувь хорошей марки и за приличную цену, можно сказать, очень дорого, то, конечно же, лучше ее отремонтировать. Поэтому, вот вы меня спрашиваете, я вам показываю ремонт вот таких, то есть стелька, набойки, получается где-то около 40-30 чем-то евро, да. Около 40 евро, 35, иногда 37, все зависит от того, что это. Вот такие они заявлены, как ботиночки. Вот шанель мне стоили 35 евро на бойке. И сапоги, также я вам говорила, сменить задник сломанный были 30. Все зависит, кому попадешь, к какому. Если это в Париже, то, конечно, будет дороже. Если в каком-то, так сказать, бамлье найдешь, то будет дешевле. Я сейчас как раз достаю всю обувь на каблуках, такую выходную, просто ее привожу в порядок на будущее и ремонтирую то, что не успела отремонтировать, когда жила в Париже, когда часто использовала каблуки, чтобы были все у меня они в порядке. Так что, как-то вот так. Да, конечно, сейчас сильно не поносишь каблуки со всеми этими вирусами и без выходов. Но вот такую модель вы у меня спрашивали. У меня есть также из Италии кожаные. И их очень хорошо и красиво обыгрывать с носочками, с колготками ажурными. Сейчас попробуем. Сейчас в моду входят вот такие колготки ажурные. Они уже были. Носочки я покупала вот эти в Париже. Есть специальные бутики. Не помню, как называется. Там и носки, и колготки. Ну, не итальянские, а другие бутики, по-моему. Вот. Поэтому они классно смотрятся вот именно с такими ботиночками. Вот, видите, их как бы сильно и не видно. И в то же время такой красивый акцент. Не знаю, как вам. Мне очень нравится. Поэтому вот показала вам немножко мою обувь. Показываю, так как вы просите показывать, что у меня есть. Ну, между нами девочками. Раз дома сидим, хотя бы покажем друг другу красоту. Здесь у меня небольшой беспорядок. Я разбираю новинки. Вчера мы были... Я ездила по делам. Мне нужно было найти моей клиентке один сервиз из лиморского хлорфора. И кое-что купила. Сейчас вам покажу. И себе прикупила. Я в моем любимом магазине. Ищу сокровища для клиентов. У меня были находки и бижутерии. Обязательно в конце покажу. Кому это интересно, оставайтесь. Есть также кое-что из вещей. Во-первых, нашла вот такой шикарный просто ремень. Это ремень из настоящего кожи крокодила. Крокодил веритабле. Это французская марка, которая называется La Tonneur. Она делает сумки. Когда была маленькая сумочка, я подарила ее сестре. И он в таком коричневом шоколадном цвете. Очень красивый. И пряжку нужно начистить. Пряжка, конечно, чуть-чуть пожила. Но ничего. Всегда можно заменить или пряжку найти, что-то более интересное. И у своего сапожника заменить. Если найдете хорошего, что я, скорее всего, сделаю. Или так. С таким винтажным налетом, винтажным эффектом. В общем, к сожалению, этот пояс, он небольшой. 80-95. И вообще, как бы, размер мой, ну, почему-то, оказался маловатым. Посмотрю, что буду с ним делать. Возможно, выставлю в бутик. А так хотела вот сделать такой аутфит с сумкой. Недавно нашла такое итальянское. Это, по-моему, было. Этикетку оторвала. Итальянская такая, как курточка, что ли. У них такие красивые пуговицы с блазоном. И она и с хлопком затягивается, с карманами. В общем, было бы шикарно. Померяю обязательно. Как-нибудь вам поснимаю аутфиты. И да, что я хотела сказать про мужа. Почему мой муж дома сейчас? Потому что вообще он работает сейчас на удаленке. Не ездит в Париж. Но, по-моему, с 10 числа, если я не ошибаюсь, правительство разрешило раз в неделю французам выходить в офис на работу. Потому что они подают депрессию. Особенно те, которые живут в маленьких квартирах Парижа. Ну, чтобы совсем уже шарики за ролики в 20 метрах не срулили, то можно будет выходить. Но муж не будет выходить. И сейчас он у меня на больничном, потому что во вторник ему предстоит срочная операция. Поэтому я его балую, покупаю. Ему различные красивые вещички, подарки. И вот такую рубашку нашла. Очень красивая. Называется, наверное, это итальянская. Frank Ferry. Полу-клуб XL. Она новая. И у нее такая шикарная вышивка. Рубашка очень качественная. Здесь год. Внутри вот так сделаны пуговички. Рукавчики можно подвернуть. И такие классические манжеты. В общем, ему очень понравилось. Буду его баловать, чтобы все хорошо было, чтобы все хорошо прошло. Видите, не всегда блогер вам говорит, что происходит в жизни. Но не все иногда так гладко. C'est la vie. И также нашла... Скорее всего, это такая пляжная... Как вам сказать? Пляжная полотенца, наверное. Как-то она еще по-другому называется. Это ткань. Такая широкая. Ну, я взяла, не знаю, в этом году удастся или нет на пляж, на шезлонг, чтобы загорать в саду. Тоже вот так набросила. Она широкая, длинная, такая бежевая. Или на пляж в корзинке тоже будет очень классно смотреться. Я люблю такие тона, неброские. Ну, а сейчас покажу вам... Покажу вам украшения, а потом пойдем к Мишель делать галету. Так как сегодня праздник, будем пить яблочный сидр и делать галету. Ну вот, давайте я вам покажу немножко красоты для тех, кто остался и хочет посмотреть, что же я нашла из украшений. Я здесь хотела приодеть перчатки, но думаю, что ладно, вы меня и так простите. В общем, начнем с самой такой красивой, наверное, одной из самых красивых и удачных находок. Это вот такая шикарная брошь. Посмотрите, змея с кристаллами, черные, винокрасные. И у нее даже есть зубы. Смотрите, как все шикарно сделано. И это известная марка Бютлер, если правильно произношу, Энд Вильсон. Эти украшения носила сама принцесса Диана. Очень красивая брошь, шикарная. Ссылка на мой бутик всегда в инфобоксе. Также очень милая, красивая брошь в виде такого, не знаю, видите ли вы, паучка. Это плетение паука. Она очень-очень легкая, нежная, воздушная и очень красивая. Также сейчас в трендах различные колье, цепи и вот с такими перемычками, как бы я их называю. Вот это бижутерный сплав из-под золота. Вот не двигается она, иногда бывает, что двигаются. Кристаллы сваровские, просто шикарные. Сама, само колье в идеальном состоянии. Винтажная застежечка. То есть все очень красиво, очень модно и стильно. Можно обыграть. Многие из вас просят мне найти какие-то серьги, типа а-ля Паризен, Креоль. И да, в моем бутике есть несколько моделей. Также можете зайти, посмотреть. Там есть и крупные, и более плоские, и более такие широкие, как хотите. Так что на любой вкус и цвет. Давайте покажу вам шарф. Это шарф от известного кутюрье Пьер Карден Пари. К сожалению, Пьер нас покинул несколько дней назад. И поэтому вот вещи, которые я встречаю с его логотипом, с брендом, становятся еще более дороги сердцу. У него, у этого шарфика, отличное качество. Он очень красиво смотрится. Немножко мне напоминает стиль кинзо. Очень красивая вещь. Колье, длинное колье. Зацепилось с подвесочкой. Такая подвесочка, очень стильная. У меня попались такие же серьги практически, но я их не принесла. Посмотрите в бутики. И цепь. Тоже очень красивая. Можно обыгрывать совершенно по-разному. И сейчас я подвигаю вам еще мои сокровища. Вот такие клипсы. Просто шикарные клипсы. И от известной марки. Вот здесь стоит логотип. Это Жакки Де Джи. По-моему, так произносится. И этот бренд, он приравнивается к бренду люксовому. Люксу. Винтажные украшения ищут коллекционеры. Коллекционеры. Они очень легкие, новые. Просто шикарно смотрятся. И из клипс мне еще попались клипсы Кошарель. Тоже очень красивый дизайн. Мне нравится. Смотрите. Крупные клипсы. Сейчас они в моде. Вот здесь стоит. Название бренда Кошарель. Это Винтаж. Сразу. Многие сейчас в поисках вот именно таких круглых моделей. А-ля Шанель. Шанель и Диоры. Практически все из люкса. Все дизайнеры, они делали такие вот клипсы. А это Кошарель. Можете заглянуть в мой бутик. Вот такой шикарный крест с жемчужинами. Он не для всех, а для любителей вот именно таких украшений. Готических, я скажу. Да, и здесь эмаль. Очень красивые жемчужины. И недавно на показе вот именно Шанель, они показали такие кресты на длинных, длинных цепях, подвесках. И несколько, в несколько рядов, в несколько слоев. Это смотрится просто-просто шикарно. Так что обязательно заходите в мой магазин. Там много всего интересного. Классика, незабываемая, любимая. Это Лимош. Я думаю, там приходит сообщение. У меня уже была такая брошь, по-моему, в зеленом другой расцветке. А это такая, как капельки воды. Как будто застывший лед, как хотите. Я вообще очень люблю Лимош. Мне он дорог. А это кольцо крупное, с зеленой такой эмалью. И оно из металла и без размера. Это марка Икита. Французская. Тоже можно обыграть по-разному. Я люблю крупные кольца. Хоть у меня и пальцы не длинные. У кого длинные пальцы, как у пианистки. Это будет смотреться просто-просто шикарно. Много брошек, много различных клипс, которые я сегодня не буду вам показывать. Но обязательно заходите в мой бутик. И я думаю, что вы все это увидите. И сами себе выберите. Напишите в личную почту. Мы всегда с вами будем, обсудим доставку. Вот видите, как это шикарно смотрится. Манекен, к сожалению, ажурный. И не так это, как нужно, да. А вот на водолазке, на рубашке, на однотонном, на чем-то, вот цепи, колье, крест будет смотреться просто как на показе Шанель. Ну вот, на улице у нас сегодня темень, дождь. А мы пойдем делать галету. Оставайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok